Привет, друзья! Я вот это вступление уже третий раз пытаюсь записать, потому что полторы недели практически болел и не брал в руки камеру. Давно так не болел. Температура поднималась до 38,4. Я был максимально ватный, мне не хотелось ничего. Максимум, что я делал, это врубал ноутбук и смотрел всякую фигню. Ну, даже не смотрел, а слушал, потому что у меня начинали течь глаза. Сейчас я в полном порядке. Фактически вот второй день за последние, сколько там, много дней я выполз на улицу, и то сижу в машине, потому что у нас тут холодище такая. Вчера прокатились, вот сегодня выползли. Сейчас поедем к маме. Купили ей такую прикольную штуку. Увидел у нее вызбранную. Ну, естественно, все для цветов, друзья мои. Тут как бы, сами понимаете. Я надеюсь, она обрадуется. Представляешь, сейчас привезет. Да, она мне не нужна, она у меня уже там лежит хрен знает сколько. Ну, надеюсь, ей это нужно. Надеюсь. И доедем до Озона. Что еще хотел сказать? Надо было вчера это все дело заснять, когда мы подошли к машине, и у нас кончилась батарейка включая. А машина стояла просто в жопе мира. Мы 10 минут до нее шли. И такие, бля, что делать? Я уже подумал тебя оставить, идти в пятерочку за батарейкой, но... Короче, батарейки, которая была включая, хватило только, чтобы открыть машину. Но завести нам не удавалось. Причем я ее достал, эту батарею побил. Знаешь, вот как в старые добрые времена щелочные батарейки были. И она вроде ее дуплит. Ни хрена не работала. И, короче, мне Андрей говорит, не знаю, зачем тебе нужна была скрепка, она говорит, посмотри в сумке, вдруг у тебя скрепка есть. Ну, зачем-то она ему нужна была. Я начинаю искать, понимаю, что скрепки нет, но я нашла вот такую штучку. Сейчас обрежешь, мне нужно найти ее. Смотрите, ребят, у меня есть... Давай я вот так засниму. У меня есть вот такая штучка для того, чтобы удаленно подключаться через блютуз к телефону и удаленно фотографировать или видео снимать. Ну, чтобы на штатив там поставить, вы поняли. Вот такая штучка с Валбереса за 150 рублей. И я посмотрела на вот эту крышку и поняла то, что, наверное, здесь будет круглая батарейка. Держи, сейчас я открою. Да, и нам очень и очень повезло. Она единственная по формату немножко другая, она толще. Но чтобы завести машину, этого хватило? Да. Я не знаю, как я додумалась. Причем это самая дешевая китайская батарейка. Если вот это устройство 150 рублей стоит вместе с батарейкой... А мы вчера только дюрасолы батарейки отдельно за 200 рублей штучку покупали. Поэтому вот так вот. Конечно, история не голливудские блокбастеры, но все равно это приятно было. Мы очень обрадовались, когда вставили батарейку из этого дешевого китайского устройства, и все сработало, представляете? Так просто лень была идти до пятерочек. Очень-очень лень была. Дождь, по-моему, не моросилась, я не ошибаюсь. Нет, а то еще не моросил. Да, он уже вечером начался. Вот, что еще рассказать? Я очень сильно заросший. Надо будет сейчас подстричься мне. Ну, то есть мы мамки, как, наверное, позвоним, она выползет, мы и подарим. Вот, с ней чуть-чуть постоишь, поболтаешь, а я пока в парикмахерскую побегу. Так я с собой в парикмахерскую кончики хочу попробовать. А, ты тоже, да? А, ну окей, давай. Короче, тогда что, едем до Озона, там что-то Катя заберет, какую-то часть моего подарка, я вообще не понимаю, о чем речь. Вот, и вот палку снимал, которую я неделю назад или полторы показывал, вот такую у Ланзи, на которой я сейчас снимаю. Решил вторую такую же взять. Я всегда вещи, которые мне нравятся, по две заказываю. Ну, если вдруг там что-то случится. Все, тогда погнали. Прошло какое-то количество времени, и мы приехали в Медведково. Сейчас пойдем стричься. Если вдруг интересно, почему я всегда езжу в одну и ту же точку. Я как итальянец, который всю жизнь ходит в одну и ту же парикмахерскую. Дима делает это очень быстро. Он уже привык к моей черепушке. Ну, и в принципе, красиво выглядит. И дешево. Вот это тоже немаловажно. Я помню, я тебя один раз отвела в нас там в районе какой-то парикмахерской. Пипа, как называется. И тебя постригли хорошо, тебе вроде понравилось, но это было около часа. Больше. И дорого. Час десять. Полторы тысячи рублей. А тут триста рублей. Пятнадцать минут и готово. Невыносимо. Прям просто нетерпеливо вот это все сидеть, ждать. В Брянске я тоже ходил. Я там чуть не уснул. Вот телек смотрим. Вот так вот гораздо лучше видно. Попросил Катюню врубить телефон. Все, я подстрижен. Осталось только с бородой определиться. И тебе пять сантиметров. Чекни. Давай сейчас звонить мама. Мы тебе в маленький сюрприз, мам. Маленький. Вот. У тебя в избранном лежало, мы решили тебе купить. Спасибо. А надо тебе? У меня таких две штуки я купила. Ну вот будет третья. Вы не угадали? Прошло пару дней с момента, когда я записывал предыдущий кусочек. В целом я норм, пришел в себя. Единственное, у меня остается остаточный кашель. Вот прям несколько секунд назад я даже перестал снимать. Потому что нужно было прокашляться. Сейчас поедем с Катюшкой кататься. Я уже отработал. Получилось закончить чуть-чуть пораньше. И хочу вам заснять солнышко. У меня есть ощущение, что вот последние деньки, когда мы его вечером видим, а потом начнется глубокая осень. И месяца на 3-4 мы забудем о его существовании. И оно будет появляться, когда в Москве будет минус 25-30 градусов. В иных случаях серо, слякотно и не очень. И жду Катюшку, должна меня забрать. Я за рулем? У нас очень мало бензина. Знаешь, как делаем? Плачу я, а заливаешься ты. Окей. Назовешь четвертую колонку 40 литров. Обратите внимание, я уже стал надевать такую легкую курточку. Потому что на улице становится прям холодно. По вечерам мы, когда выползаем, около 10 градусов. По ночам 7-8, по области плюс 5. И дома становится очень холодно. Мы вот сегодня первый раз включили обогреватель. Потому что уже невыносимо. Я когда выхожу в свою маленькую комнату работать, ноутбук просто пипец. Как изо льда сделал. Холоднючий. Пока не грубит отопление, будем с тобой им пользоваться. Ну нафиг. У меня нос мерзнет. Все, я считаю, только в себя пришел. Не хочется. И когда наступает такая температура, знаешь, какое желание возникает? Купить билеты в Таиланд. И поехать туда на зимовку. Но будем думать с тобой в этом году, что делать. Потому что есть желание. Ну два варианта. Либо на зимовку. Либо взять мне за две недели до Нового года отпуск. Вот эти две недели отгулять. Потом новогодние праздники. И получится, считай, месяц. Та же зимовка. Ну, чего же говорить, да? Только выходные нормальные я мог потусить. Потому что смещение часового пояса плюс четыре. И утром такой разрыв получается. Вроде и поспать. Хочется и покататься. И потом по вечерам я уже сижу. До, не знаю, одиннадцати часов уже все кафешки закрыты. Ну, тоже не совсем удобно. Поэтому будем думать. И еще прикол. Буквально вчера или даже сегодня у меня что-то уже перемешалось. Власти Таиланда думают ввести какие-то ограничения. Чтобы было 300... Тысяч бат у туристов. Да, 300 тысяч бат. Они хотят, типа, улучшить клиентский опыт, качество отдыха. И чтобы там только богатые были, а не всякие проходимцы непонятные. Ну да, наверное, из-за того, что там перебор с туристами очень много. Помнишь, Новый год прошлый? Это пиздец был, а не Новый год. Я такого количества людей, блин, в Гонконге не видел на Новый год. Это просто жесть была. Как мы с тобой пробирались. Если что, я могу ссылку оставить в описании к этому видосу. Новый год вставить. Знаешь, какие у меня мысли? Просто 300 тысяч бат. Я понимаю, когда ты летишь туда на месяц, на два. Ну окей, да. Вот 300 тысяч бат это нормально. А если ты летишь туда на недельку отдохнуть, какие 300 тысяч бат? Ну да, я думаю, они какие-то там, может, на долгосрочные визы будут выпрашивать банковские выписки, для того, чтобы человек подтвердил свою финансовую состоятельность. А так, ну на месяц, на хрен это надо. 300 тысяч бат, то на сколько? 600 с чем-то тысяч рублей. Да. На неделю это многовато. Ну, многовато. Многовато, я не сказал. Не, ну понятно, что их можно потратить, но кто-то хочет более экономный отпуск себе на неделю. Не, ну 600 косарей, это, да, 600 с чем-то на месяц вообще. Ну это если жить в шикарной Кунтивилле и снимать офигенный байк, и при этом каждый день в ресторанах тратить очень много денег, развлечения. Ну не хочется, но не хочется на тай, конечно, столько убивать. Там, в принципе, и такой нормальной средненькой квартире, себя комфортно чувствуешь. Плюс ты там фактически спишь только. Потому что особенно, когда у тебя полноценный отпуск, а не зимовка, то тебе как бы жилье на хрен и не нужно. Ты целый день, считай, на море, басики там, куда-то катаешься, что приезжаешь, грубо говоря, спать и все. Поэтому можно и перетерпеть. А это самая такая, наверное, большая статья расходов, поэтому надо будет накопить денег и подумать, едем, не едем. Мне потому что больше, конечно, нравится вариант месяц отдыхать и ни хрена не делать. Потому что даже вот 4 месяца, да, нахождение там, если вот так вот посчитать по выходным, то шно тоже получается. Ну да, но при этом, когда ты работаешь, все равно мы утром просыпаемся, едем в басик, катаемся. Да, но я немножко изматываюсь, если помнишь, в таком формате, потому что тяжело и работать, и отдыхать. Это надо пораньше ложиться спать. Типа ты отработал и практически сразу спать ложиться, чтобы утром проснуться к нему. А это тоже отстой такой. Классно мы сегодня встали. Вот Катюшкина машина, вот моя. Я немножко вперед проехал, чтобы она влезла. Сейчас так глубоко обсудили тему автомобилей. Блин, так хочется, чтобы они максимально долго жили, потому что с сегодняшнего дня повысили у телесбор, тачки становятся еще дороже. На Шкоде мы прокатали 120 тысяч, но вот этой машине сотка. А какие на них сейчас цены, это пипец. Вот Шкоду я покупал за миллион четыреста шестьдесят тысяч рублей. Сейчас такая бэушная, в нашей комплектации, со схожим пробегом, стоит два триста бэушка. А сколько стоит Вольво? Новая так вообще пипец, 12,5 миллионов бэушная. А? Они же еще больше не делают для бензинера. Да, они теперь на электричке перешли. И, грубо говоря, когда машины придут в негодность, хрен его знает, что будем покупать. Прикинь, на китайцы сесть после Вольво. Вообще. Там, конечно, красиво, всякие свистоперделки, но это вообще фигня. Еще, может быть, беда в том, что Вольво-то твоя в негодность может прийти там через 3, 5 лет, 7 лет. И представь, что будет через 5-7 лет. Утильсбор будет 5 миллионов рублей. Неизвестно, что будет с ценами, поэтому... Да, конечно. Так что такой вопрос, на самом деле, пугающий. Я не знаю, вот как сейчас молодые ребята, которые меня сейчас смотрят, если они придут в салон, они просто охереют. Если бы ты не купил машину мне, то я в 21 год, я не знаю, на какой работе мне нужно работать, учитывая, что сейчас хотя бы, чтобы были молодые сотрудники, но при этом с опытом 20 лет. Ну, это правда. Да. На какой работе мне нужно работать, чтобы купить хотя бы какого-то самого дешевого китайца? Какой там Чинган? Какой? Аввисин, Аввисин. Ну, вот самый дешевый китайц это Чинган. Ну, типа миллион семьсот с чем-то стоил. Вот миллион восемьсот, так скажем. Где меня взять, чтобы взять? Ну, бэушка только если. И то, по бэушному рынку тоже там смотрели. Такое говно за миллион двести продается. Просто пиздец. Потому что жилье это тоже бы дорожало. Я говорю, в 21 год я не представляю, как я могла бы взять себе жилье и машину. Приятного. А, это твоё, да? Моё, быстрей. Да не надо, не надо, мне хватит. Честно. Тебе налить? Ну, давай чуть-чуть, да. Так, а что попить? Лимонад у нас есть. Да, он уже без газов. Ничего не. У меня небольшой перерыв, буквально 14 минут между созвонами. Приехала тут еда. Давненько мы ничего не показывали. Ну, во-первых, вода. Я вам рассказывал, что она у нас хреновая. Поэтому берём пока бутилированную. Куча макарон. Разные. Всех видов. Борелы классные. Мне не нравится. Что тут? Это для... Вот это вот. Ага. Клепки. Клепки будут. Так, чёрный хлеб. Укроп догадываешься? Догадываюсь. Чтобы я делал ветербродики с чёрным хлебом, колбаской и сверху укропчик. Тут у меня напиточки. Вот это очень неплохое, мне понравился. Куча йогуртов, но это твоё. Вот такой вот. Это буратино и домашний лимонад. Понял, принял. Домашний всё? Я думаю, что да. То есть она как хари, груша и добрые манго, маракуйя. Ой, ну у меня пицца. Добрый колос. Ну ты мне рассказала, что ничего не осталось из питья. Вот я закупила их тут прям надолго. Так, тут у нас чипчики. А, это ещё даже не всё. Чудо-йогурт. Обожаю. Так, тут у нас чипчики. Вчера ты тоже спросил, есть ли у нас чипсы, а у нас их не было. Вот тоже надолго тебе закупила. Ой, я вот эти шоколадки люблю. Можешь открыть? Они недорогие, но так нравится мне. Вот, покажу. Бабаевский. Который не отсвечивает. Да, с детства это люблю. Не знаю почему. Может, а мы шоколада не... Ну, типа, ладно, это ты дня. Вот так буду писать. Тут берёте всякое говно. Да, у нас они лежать будут долго. Очень долго. Раз в месяц, раз в два месяца вечерком можем себе позволить. Да, да, это правда. Поэтому не думайте, что мы жрём прям в огромное количество. Все закончились. А вчера как раз наступил день, когда Андрей захотел чипсы. Молодец. Молодец. На сколько это денег? Все же интересно. Сколько стоит? Три с чем-то. Ну вот. Все. Я пошёл дальше. И ещё будут спрашивать, типа, а где нормальная еда? У нас там есть лук, морковка, огурцы, помидоры, болгарские перчики. У нас просто это всё заранее было куплено. Мясо? Ну, мясо я беру, так как я его не замораживаю, я беру вот на два дня. Котлеты сделаю, через два дня возьму в отдельном магазине ещё там курочку. А я думал, у нас там курица замороженная. Есть, да, замороженная, но она лежит там, мне кажется, в месяца четыре. И хорошо, что солнышко на улице. Я прямо в этом влоге говорил о том, что, скорее всего, его скоро не будет. Но вот сегодня всё равно радует нас. А так из продуктов, вот, типа, мальчик, сметана, всякие тут помидорки для салата. Ну, короче, всё есть. Это я заказала, тут вот тебе лимонад, чипсы, всякое фигурное. Ну, хорош. Тут до сазона смотрел билет на Набхукет. Вот, если вылетать 6 декабря и улетать 24 января, 150 тысяч на двоих техацкими авиалиниями. Пересадка в Абу-Дабе 2,25, а обратно долгая 8,20. Ну, там аэропорт классный. Там есть что поделать, вот. Это на двоих? Да. Не так уж и плохо, как я думала. Я думала, будет в два раза дороже. Ну, единственное, с жильём надо будет подумать, решить. Ну, да, да. Потому что у меня есть всё-таки непреодолимое желание взять отпуск за две недели до Нового года. Если тебе ещё одобрят. Да, и у нас получится, ну, то есть туда прилетаем, немножко адаптируемся, берём байки, да, и там через какое-то количество дней, ну, отпуск полноценный. Я думаю, что это неплохо. Продолжение следует...